Спартакиада проходила в Ханты-Мансийске с 20 по 26 марта. В соревнованиях приняли участие 8 команд, представляющих колледжи нашего округа. Ребята выполняли нормативы ГТО, играли в волейбол, мини-футбол, стрит-баскетбол. Жюри отметили визитную карточку уральской команды. Она оказалась самой оригинальной. Восемь команд колледжа, одиннадцать видов спорта, полгода подготовки. И мы достигли такого результата впервые за всю историю колледжа. Мы были всегда третьими после Сургута и Ханты-Мансийска в этом году с такой хорошей подготовкой, с такой колоссальной подготовкой, с такой поддержкой от руководителей колледжа. Мы стали победителями этой спартакиады. Капитан спортивной команды колледжа Даниил Шакиров рассказал, что победа далась им нелегко. Она стала итогом ежедневных активных тренировок. Всеобщая поддержка придавала ребятам сил и уверенности. Это общая заслуга. Не только 32 человека в этом участвовали. Также хочу поблагодарить нашего директора Алискина Анатольевна на то, что предоставила нам форму, питание, все вот так организовала. Хочу поблагодарить нашего тренера Шакирова Гульвера Нагифонова, потому что многоборье все-таки зависит от тренера. Во время круглого стола администрация колледжа поздравила команду победителей. Также благодарственными письмами были отмечены родители студентов за вклад в воспитание чемпионов. Очень приятно, что наша команда завоевала первое место как командное, так и в других игровых видах спорта. Поздравил ребят с этим ярким спортивным достижением и Вадим Архипов, начальник управления по физической культуре, спорту и туризму. Мы, конечно, очень рады. Это очень высокое достижение, потому что конкурировать на таком уровне с такими большими городами, как Сургут, это очень сложно, потому что, понятно, там выбор участников очень большой. Но, тем не менее, курацкая команда подготовилась очень хорошо. Как я уже сказал, видно подход руководителя Летины Анатольевны, Эльвира Нагифовна. Вложили просто душу, вложили все. То есть мелочей у них не было, начиная от визитной карточки, и заканчиваем экипировкой, подготовкой. Все это именно те слагаемые, которые привели ребят к победе. Сейчас они готовятся к окружному фестивалю «Готов к труду и обороне», который состоится в Хантамансийске в апреле. Екатерина Кузьмина, Александр Кашкин. Наши города.